Начинаем анализировать подробности уходящей недели, которая принесла Украине еще одну катастрофу. Еще один масштабный пожар на складе боеприпасов. Уже третий только за этот год. Калиновка Винницкой области. От разлета снарядов пострадали 2000 жилых домов в самой Калиновке и окрестных селах. В первые же часы после начала пожара пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек. Разминирование пострадавшей территории продолжится как минимум до декабря месяца. Что стало причиной этого пожара? Кто должен нести ответственность за то, что такие происшествия на военных объектах в Украине возможны? Это главные вопросы нашей сегодняшней программы. Ну а начнем с места событий. Наш Стас Кухарчук с первых часов чрезвычайной ситуации работает в Винницкой области. Сейчас он на связи с нашей студией. Стас, я приветствую тебя. Скажи, что прямо сейчас происходит в Калиновке? И можно ли вообще сказать, что пострадавшие территории возвращаются к нормальной жизни? Вечер добрый, Алексей. Ну на эту минуту можно с уверенностью говорить о том, что практически все эвакуированные жители уже вернулись домой. Напомню, что в результате пожара на складе были эвакуированы более 30 тысяч человек из как минимум трех населенных пунктов. Но вот главный вопрос сейчас остается. С чем сталкиваются эти люди по возвращению домой? Ведь практически 80% жилых сооружений и домов пострадали от взрывов. Вот там в основном поразбивало стекла, разбивало крыши. В некоторых случаях взрывной волной выбивало даже входные двери. И вот люди сейчас постепенно начинают восстанавливать это жилье. Те, у кого есть хоть какие-то сбережения, сейчас пытаются закупить шифер, стекло. Это сейчас самые ходовые материалы в Виннице и в Калиновке. Вот та помощь, которую выделило правительство в 100 миллионов гривен, К сожалению, в отдаленные пострадавшие районы пока еще, опять-таки повторюсь, к сожалению, не дошла. И люди самостоятельно пытаются восстановить жилье. Хотелось бы также отметить, что это катастрофа, в который раз сплотила украинцев. Сейчас гуманитарная помощь для пострадавших жителей Калиновки, Сальника и Павловки идет со всех уголков страны. К слову говоря, вот село Павловка, оно приняло на себя основной удар взрывной волны. И о том, как в это село сейчас возвращается жизнь, смотрите далее в нашем материале. Так утром после ночи взрывов на артскладах выглядело село Павловка. От арсенала его отделяет всего несколько километров, а для разлетающихся снарядов это не расстояние. Люди бежали в панике, в чем были, забывая даже закрыть свои дома. Буквально за одну ночь многотысячное село опустело. По улицам метались лишь испуганные животные. Но спустя два дня Павловка снова ожила. Местным жителям разрешили возвращаться домой, но Галина Степановна никуда из села даже и не выезжала. После первых взрывов они с мужем спрятались в погребе и пропустили эвакуацию. Сейчас Галина Степановна проверяет, не появился ли в селе газ. Мечтает о горячем чае, но приготовить его пока не на чем. В ночь взрывов в Павловке и прилегающим к пылающим складам селам отключили все коммуникации. Правда, вчера вечером уже появилась телефонная связь и свет. Хотя от этого теплее не становится. Через выбитые окна в стареньком доме вовсю гуляет ветер. Павловка пострадала больше всего. Тут повреждены почти все дома. 80%. Эта местная школа, недавно отремонтированное здание, сейчас больше напоминает руину. Без стекол и с разбитым потолком школа еще не скоро сможет принять учеников. Пока позволяет погода, жители Павловки спешат хоть как-то восстановить жилье. Василий в Виннице купил шифера на несколько тысяч. Говорит, ждать государственной компенсации некогда. Ну за свои, купим за свои. А там где видно, что будет. За гроши еще никто не будет скоро давать. А дадут, не дадут, не знаю. А робите? Сколько с Павловки спешат? По 140 гривен. Сколько? По 140, Саша. По 140. Разрушения в Павловке фиксируют местные чиновники. Эта часть села почти вплотную примыкает к лесу сгоревшим складам. И именно тут самые большие разрушения. Здесь даже сегодня отчетливо слышны разрывы с тлеющего хранилища. Люди жалуются. Представители властей сюда пока не дошли. Начали в Звитце, мы тут самые большие пострадали. Мы тут самые ближние. Они где-то начали в центре села ходить. Вот такая ситуация. Но проблема с ремонтом жилья – это полбеды. Село буквально нашпиговано разлетевшимися боеприпасами. Владимир ведет сапера на свой огород. По дороге объясняет. Косил траву и обнаружил часть ракеты «Град». Не могу точно сказать, что там. Так подними. Может, там нет ничего серьезного. Осмотрев находку, пиротехник успокаивает. Этот кусок железа не опасен. Но буквально в 100 метрах на соседнем огороде сапера обезвреживают предмет куда пострашнее. Небезопасно. Все боеприпасы небезопасны. Все, абсолютно все боеприпасы, которые находятся на озброенне, они небезопасны для жизни и здоровья как населения, так и для особого склада, которые работают. Работа достаточно небезопасна. Работы у пиротехников хватит еще надолго. Сообщения о найденных боеприпасах поступают спасателям едва ли не каждую минуту. Да и сама территория склада частично тлеет. Все поступы к нему оцеплены военными. А над территорией то и дело. Маневрируют пожарные самолеты. Станислав Кухарчук, Сергей Музыка. Подробности недели. Телеканал Интер. Теперь еще об одной новости, о которой уже упомянул в своем включении мой коллега Станислав Кухарчук. Кабмин действительно выделил 100 миллионов гривен для восстановления нормальной жизни на пострадавших территориях. Об этом сегодня сказал Владимир Гройсман, проводивший в Калиновке заседание штаба по ликвидации последствий пожара. А вот хватит ли этих средств? И какую еще помощь местным жителям может и должна оказать центральная власть? Обсудим это с Владимиром Гройсманом, премьер-министром Украины. Сейчас он на связи со студией подробностей недели. Здравствуйте, Владимир Борисович. Спасибо, что нашли время. Скажите, ваш прогноз, вот этих 100 миллионов хватит или нет? И есть уже более-менее точные оценки ущерба? Доброго вечера. Я тут перебував саме в ту ночь, буквально через 2 годы после того, как раздались первые выбухи. И фактически все службы, войсковые, ДСНС, полиция, Нацгвардия были мобилизованы для того, чтобы максимально швидко локализовать выбухи. И это удалось сделать фактически уже на наступный день. Зранку уже произошло изменение количества выбухов. Сегодня я прилетел спольно с ДСНС в Винницкую область. И был, особенно, облетал с пилотами территорию Асенала. Можем сказать, что поодинокие выбухи еще были, но они уже не становятся жоднои загрозой. Все заходы, которые нужно сделать для того, чтобы локализовать и полностью снищить все возможные загрозы, они сегодня вживаются. Больше того, я сегодня провел и штаб, и могу вам реально сказать реальную ситуацию. Сегодня я был и в Павлевске, та, которая больше пострадала, пострадала населенный пункт. На самом деле, есть руйнованные дахи, есть несколько домов, которые полностью сруйнованы. Также пошкоджена школа, ФАП и другие населенные пункты, они меньше пострадали, но там тоже есть вопросы. Сегодня организована вся необходимая работа для того, чтобы обеспечить и шифер, и профиль, и векна, и все, что необходимо. Сначала это социальные объекты, и также работают сегодня бригады по строительству. Действительно, есть жители, которые не хотели ожидать, и, возможно, даже самостоятельно сегодня начали восстановить в кого-то один-два листки шифера, которые могут это сделать. Но мы сейчас, местная влада, сельские районы, они формуют перелик тих вопросов, которые потребуют решения. То есть, я хочу сказать наступное, людей никто не оставит сам на сам с этой проблемой. То есть, все, что было сруйновано, мы отбудуем. Сруйнували дом, побудуем новый. Если нужно подать новый дах, будет побудованный новый дах. Мне тяжело сейчас дать ответ, сколько денег нам нужно направить на эту цель. Сегодня мы выделили попереднее 100 миллионов, но очень важно, чтобы на местах чиновники и использовали их очень рационально, под контролем громад, местных депутатов, что тоже очень важным. Кроме того, работают подраздели, которые обеспечивают очищение территории от вибуха небезопасных материалов. То есть, мова идет о том, что сегодня працуют больше 100 саперов, плюс почти 50 от 50 единиц техники. То есть, работа проводится, буду только подсилювать сейчас необходимую количество людей, если будет это нужно. И все, что касается сегодня, все, что касается сегодня, и других работ, они тоже будут выходить максимально вчасно. То есть, это завдание, которое будет выполнено. Я хочу запевнити, что все украинские граждане, которые постраждали, получают помощь. И дякую всем украинцам за то, что дали возможность и допомогли сегодня ближним. Я просто пишаюсь с людьми, которые ехали сами, в первые часы надавали поддержку и транспорту, и езжу, и всем, чем необходимо. Поэтому наш обязанность – допомогти людям, и мы это сделаем. Ну, о помощи волонтеров мы уже рассказывали. Действительно, огромное им спасибо. Если мы разобрались с вами с деньгами, давайте теперь поговорим о времени. Вот вы говорите, что вы облетели всю эту территорию, то есть вы видели эту картину. Вот по вашему ощущению, сколько времени займет возвращение пострадавших территорий к нормальной жизни? Это речь идет о месяцах или годах. Люди уже повердаются до своих осель, и уже происходит восстановление. Насправді, мы хотим расширить территорию пошуку до 30 тысяч гектаров. Это для того, чтобы, знаете, уже полностью понимать, что вся территория нигде никаких загроз не имеет. Хотя на таком отстане мы понимаем, что их нет, но все же таки мы еще раз все перепроверим. Вся территория, которая сегодня подпала под 5-километровую зону, она сегодня практически вся очищена, и люди потрапляют до смеси своего проживания. Водновлюется школа, фабы и ремонтуются домики. Я поставил завдание областной владею максимально быстро сделать все необходимые работы по восстановлению. Конечно, там, где нужно будет строить домик, это занимает несколько месяцев. Нужно исследовать фундаменты этих строительств, возможно, создавать новые фундаменты, но нужно потурбовать людей, которые даже временно должны жить в других помещениях, я имею в виду, в других квартирах, а у кого есть родители, если нет, нужно обеспечить временно житло. То есть эта работа проводится сегодня, и будет наведен абсолютно порядок. Я еще раз хочу подякувать всем украинцам. Господин премьер, еще один вопрос, очень непростой, скажу сразу, вот по вашему личному ощущению. Извините, что стало причиной этой ситуации в Калиновке? И когда вы сами ожидаете от следствия конкретных результатов? Я считаю, что эти выборы и пожежа были не случайными, но это мои предпущения. Я тоже, как и все украинцы, хочу знать конкретно, что произошло и кто в этом виноват. Я надеюсь, что это будет абсолютно строгано в стихии терминов. Это вопрос правоохранной системы. Я не могу давать тут оценок. Я думаю, что следствия органов просто мают абсолютно четко дать все публичное расследование и привести до ответственности всех тех, кто так или иначе причетный до этой ситуации. А поддякувать я наголошу на том, что хотел бы тем, кто каждого, вот только это все произошло. Поверьте, было очень много героичных людей, которые шли и гасили пожежи, и делали певные другие специальные заходы, которые позволили локализовать максимально стихи термины и пожежу, и прекратить выбухи. Таких людей мы тоже должны отметить. Они есть среди военных, они есть среди ДСНС, они есть среди национальной полиции и волонтеров, просто обычных людей. Таким людям нужно сказать спасибо. Спасибо и вам за то, что в таком напряженном графике нашли время пообщаться с нашими зрителями. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечал на мои вопросы. Вообще все, от кого зависят оборона и безопасность нашего государства, обсуждали ситуацию в Калиновке на заседании, созданном президентом военного кабинета. Глава государства потребовал от руководителей, генпрокуратуры, СБУ и национальной полиции найти и привлечь к ответственности всех виновных в том, что этот очередной пожар на стратегическом объекте стал возможным. Как только появились первые новости о пожаре, многие украинские политики поспешили заявить, конечно же, о диверсантах. Были сообщения даже о том, что какие-то диверсионные группы удалось задержать. Но потом посыпались опровержения. И вот если честно, то по итогам нескольких дней обсуждения и вот этого пожара в Калиновке, и предыдущих возгораний на военных складах, версия вовсе не о диверсантах, а о халатности кажется более обоснованной. Почему, объяснит Инна Томина. Взрывы, разрушенные дома, паника и эвакуация. Больше брала документы у меня. Взрывы на арсенале возле Калиновки далеко не первый случай в Украине. Боеприпасы в воинских частях у нас рвутся с удивительной регулярностью. Этот год, это уже третий выбух арсеналу, причем выбухнули за этот год два наибольших. Ну, то же самое, что и в Балаклее, то же самое, что когда-то в Новобогдановке, то же самое, что в Сватово. Сгорела открытая площадка. Такие крупные арсеналы хранят от патрона к автомату или к пистолету, заканчивая ракетами. Полетели. Впервые Украина содрогнулась от мирной канонады в октябре 2003-го. В Бахмуте, тогда еще Артемовске, загорелись военные склады с боеприпасами. Более тысячи снарядов взрывались от огня. Осколки повредили сотни домов. Причиной была халатность. Из-за нее на 8 лет посадили двух военных. Но не прошло и полгода, Украина содрогнулась снова. Случилась Новобогдановка. Смертельный фейерверк длился почти неделю. Горели, рвались и разлетались на километры десятки тысяч тонн снарядов, взрывчатки, реактивных ракет для градов, смерчей и ураганов. Тогда погибло пятеро, а еще 80 были ранены. Причина – снова халатность, курение возле боеприпасов. Через четыре года снова взрывы и эвакуация. В этот раз в Лозовой Харьковской области. Тогда пожар тушили несколько дней, а территорию разминировали несколько лет. Октябрь 2015-го. Уже в условиях войны, когда меры безопасности должны быть усилены, вспыхнули арсеналы в Сватово на севере Луганской области. Более двух тысяч разрушенных домов, четверо погибших. Сначала все списывали на диверсию врага, но потом признали служебную халатность. Сейчас подеяки стало Сватово. Но по мнению военных экспертов, за Сватово были наказаны только стрелочники. А вот расследование взрывов в Балаклее еще не завершено. Пока официальная версия – теракт или диверсия врага. А что же в этот раз в Калиновке? Диверсия или халатность? В Генштабе утверждают, мол, это провокация врага. Но у прокуратуры мнение другое. Диверсийный группа, про которые говорит Фейсбук или другие следствия с выучением материалов службы безопасности и других правоохранительных органов, на территории Луганской области установлено не было и данных про это нет. Это неналежное сохранение, которое обеспечивалось техничными возможностями 1987 года выпуска. В том, что без своих не обошлось, уверены и военные эксперты. И выстраивает версии произошедшего в такой последовательности. Служебная халатность – это первая версия, я считаю ее основной. Потом я не даю право на жизнь версии умышленного поджога с целью сокрытия недостачи. Вполне возможно, что там была недостача или хищение. Ну и третья версия, которая в принципе тоже имеет право на жизнь – это диверсия. Но диверсию бы я рассматривал опять же в контексте халатности. Какой будет окончательная версия, станет известно только после окончания расследования, как и фамилии виновных. Безусловно, агрессору выгодно лишать украинскую армию необходимого боекомплекта. Но если бы правила охраны таких объектов не оставались только на бумаге, то не каждая диверсия заканчивалась бы таким ЧП. О том, что нужно менять, всю систему охранения боеприпасов говорят давно. Наши арсеналы перегружены в несколько раз. Вся система охраны недостаточно. После взрывов Балаклея в Минобороны на безопасность военных складов просили выделить 5 миллиардов. Пока дали лишь 300 миллионов. Инна Томина, Богдан Савруцкий. Подробности в неделе. Телеканал Интер. И еще один гость, с которым вполне логично обсуждать ситуацию в Калиновке – это Юрий Луценко, генеральный прокурор и один из самых опытных украинских политиков. Я в гости подробности недели, за что вам спасибо. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Ситуация в Калиновке. Начинаем с нее. Вполне логично. Кто конкретно отвечает за расследование? С кого потом будем спрашивать, если, конечно, нам удастся? Со службы безопасности, с военной прокуратуры? Я думаю, что спросить тебя не из тех, кто ведет следствие, а из тех, кто довел до такого величезного выбуха и колоссальной количества втраченных боезарядов для Збройных сил Украины. Следствие, власне, ведет военная прокуратура. Хочу звонить вашу увагу, что, согласно чинного закону, который два года назад был проголосован парламентом, у нас нет права переверять такие объекты до того, как станет трагедия. Мы избавлены теперь функций загального нагляда и переверок, поэтому, на жаль, реагируем только по результатам надзвичайных ситуаций на войсковых складах. Хочу звонить вашу увагу, что сегодня министр обороны сказал абсолютно правильно, так, у нас было объективное расследование ситуации в Сватово, и целый заступник начальника генерального штаба, который отвечает за эту работу, был освободен. И еще близко 80 руководителей разных направлений Министерства обороны и Генштаба были освободены, в том числе по дискредитации. Но это не дало результат. Почему? Хочу, прежде всего, в первом эфире, сообщить, что мы сильны считать, что все остальные выборы есть часть военных действий Российской Федерации и пророссийских террористов. То есть версию халатности вы отбрасываете все-таки? Я говорю про то, что мы видим полные знаки диверсии. Я заявляю ответственно, что в Балаклее мы установили перелет через украино-росийский кордон без пилотного летального аппарата, который скинул термобаричные заряды, которые стали причиной выбуха под Балаклеем. Отже, это диверсия стороной Российской Федерации, которая уничтожает наш военный потенциал. После этого было много листов, в том числе, мною или военно-прокурором подписанным на Генштаб, на Уряд, на Министерство обороны, на Раду на безопасность и обороны, которыми мы доводили про необходимое с нашей точки зрения захода. Проте, грошей выделяют действительно мало, но даже из тех, которые выделили, например, для Калиневки выделили 25 миллионов, использовано лишь 2,5 миллионов. Все остальное на рахунках. Не спешите. Не спешите усиливать оборону. И, а наибольший кричущий факт. В Балаклее колоссальный состав охраняло 16 працавников военно-правленной охраны, тобто, даже не солдат, не военно-службовцы. Пацавников военно-правленной охраны на постах с одной, одной зениткой. В Калиневке было 17 вохравленцев, направленных военно-правленной охраны, а два зенитки. Склад находится в лесу и, фактически, как говорят на сегодняшний день, следующее, является проходным двором, через который ходили местные жители и другие, возможно, не местные жители. Поэтому контролирует, например, ситуацию там аж целый лейтенант СБУ военно-контрозвитки, который последний раз в серпне отмечал эти склады. Поэтому, с моей точки зрения, до диверсии доводит безпорядность тех, кто должен организовать нормальную оборону и укрепление, и безопасность, в том числе противоположную безопасность этого склада. В Халиньевке мы не имеем никаких доказательств того, что был беспилотный аппарат, но мы имеем все наявные факты про имоверный, пока это версия, закладенный детонатор, который приведет. Это скажет следствие, тогда, когда оно будет знать, это точно. Хорошо, давайте следствие к политическому аспекту вернемся. Как вы можете оценить ту политическую бурю, которая разыгралась в Украине буквально в первые часы после пожара? Такое впечатление было, что наши политики соревновались, кто сделает самое жесткое заявление первым и самым первым призывает самой громкой отставки. Я обратил внимание на то, что близко 3,5 тысячи пользователей украинского сегмента Фейсбука, которые работают в территории Российской Федерации, были наиболее активными. Но до этого момента пораженности, я бы так сказал, было и много чиновных украинских политиков. Они уже негайно хотят призначитесь виноватить. Это неправильно в любом случае. Ни с точки зрения юридической, ни с точки зрения политической, особенно в условиях воюющей страны. Следствие обеспечить объективный результат, как мы это сделали в Балаклее, как мы это сделали в других местах, сделаем и тут. Но я считаю, что в период войны в Фейсбуке призначать винных неправильным. С другой стороны, покрывать тех, кто совершает, фактически, злочинную недбалість, оставив незахищенными арсеналы нашей оружии, что фактически подрывает боеготовность Збройных сил Украины, я также никому не дам. За эти ответы спасибо, но пока еще я вас не отпускаю. Вы слишком редкий у нас гость, к сожалению, Юрий. Поэтому мы обсудим с вами еще несколько тем. В частности, еще одну катастрофу, последствия которой приходится разгребать до сих пор. Из общего объема средств, украденных Януковичем, на этой неделе удалось вернуть еще 200 миллионов долларов. Что это за деньги и сколько еще предстоит найти и вернуть стране? Об этом наша справка. Он бежал из страны, вывозя добро грузовиками и пряча нажитое на заграничных счетах. Теперь уже три года Украина пытается добро Януковича вернуть стране. По словам генпрокурора, подтвержденный ущерб, который нанес Украине президент Беглец, это 40 миллиардов долларов. Уже удалось вернуть полтора. Их потратили на армию, нацгвардию и сельскую медицину. И это уже назвали самой большой спецконфискацией в Европе. А на этой неделе ГПУ уже начало изымать со счетов Укрэксимбанка и Укргазбанка 200 миллионов долларов. Все активы перечисляются в госказну. Кроме того, уже несколько месяцев граждане следят за судебным сериалом в деле о госизмене Виктора Януковича. Главного подозреваемого судят заочно. И за это время было несколько отводов адвокатов, попытки поменять судей и даже секретарей. Защита всеми способами пытается дело затянуть. А в слушаниях регулярно объявляют перерывы. Следующее заседание должно состояться 5 октября. Продолжаем разговор с Юрием Луценко, генеральным прокурором Украины. Сегодня в гостях у подробностей недели. Юрий, скажите, вот деньги украдены Януковича. Какие все-таки суммы он сумел вывезти из страны? Звучат очень разные оценки. Они разнятся порядками сумм. И насколько активно мы сотрудничаем с Европой на сегодняшний день, чтобы вернуть эти деньги? На начале следствия относительно организованного злочинного группирования Януковича, когда входили ближайшие к нему посудовые особи, мы получили экспертизу в Институте экономики и Академии наук, которая дала нам официальный выяснение, что действия Януковича и его ближайшее окружение в форме организованного злочинного группирования нанесли взбитки украинской державе в размере 40 миллиардов долларов. Это один месячный бюджет нашей страны. Сколько из них фактически, потому что взбитки – это одно, а вкратене – это немного другое. Сколько из них фактически было проведено в деньги, акции, нерухомость, сказать пока еще сложно. Но мы работаем и в этом направлении. Думаю, что достигнение ГПУ в этом сегменте является наиболее важным. У меня в руках официальная ответственность, потому что я это держу в себе как одну из самых дорогих документов. Ответственность государственного Ощадбанка про то, что после выполненной за решением судом спецконфискации организованного злочинного группирования Януковича 1,5 миллиарда долларов США введены на рахунки государственного казначейства. Отже, дискуссии про то, что это деньги, если это не деньги, давно закончены. Підпис руководителя банка свидетельствует, что все деньги, которые мы спецконфискували в организованного злочинного группирования Януковича, находятся на казначейском рахунке. Ба больше, они работают, согласно решения парламенту, которое было принято летом, 22,5 миллиарда гривен распределенные на всех... Кстати, хотел спросить, вы как генпрокурор, который активно возвращает эти деньги, вы довольны тем, как расходуются эти средства в стране? И так, и не. Я очень доволен решением парламенту. Потому что 22 миллиарда гривен из числа этих 39, которые на тот момент были повернуты в государственное казначейство, распределенные по наиболее важным направлениям общественного жизни. Багато миллиардов, не имею права сказать, сколько, отдано на посиление военно-потенциалу, начиная от создания новых ракетных оружий, строительство казарм для военнослужащих, посиление танковых войск, прикордонников, для введения системы отбитка пальцев при перетине украино-росийского кордона нашими певничными сусидами. Также 4 миллиарда выделено на сельскую медицину, а это 1700 фельдшинско-ракушерских пунктов, где проживает 40% нашего населения, должны быть по новому преобладнану. Миллиарды выделены на дороги, которые мы видим по всей стране. А на что не стоило бы выделять, по вашему мнению? Но, с моей точки зрения, парламент сделал много доброго, но практика свидетельствует о том, что из этих денег только 10% на этот момент использовано. Тут и недбалість виконавців, и, прямо скажу, саботаж Министерства финансов, который большинство этих денег переносит на грудень, что унеможливает их использование. Какая дорога будет в грудне? Какое место будет в грудне? Какое строительство можно начать и завершить до 31-го? Ну да, и дорогу зимой не построишь хорошую, и фронту, в общем-то, помогать надо безотлагательно. Я очень доволен тем, что сделала прокуратура, поддерживаю решение парламента, куда направить эти деньги, и абсолютно не понимаю, почему, например, на местные бюджеты для строительства местных, очень важных вещей, дороги, школы, детства, садка, было выделено 4 миллиарда, и на этот момент 0 поступило. Державный фонд регионального развития, выделено 2,5 миллиарда, дали 1,5 миллиона. Поддержка строительства дороги из 2 миллиардов 0. С моей точки зрения, нужно серьезно и объективно разобраться с этим фактом и парламенту, и ГПУ. Мы разглядаем это, как действия, что межует с превышением служебных повноважений, которые злочинно не дают выполнять решения парламенту по строительству нужных для людей объектов за деньги, вернутые из злочинной банды. Хорошо, теперь немного поговорим о делах судебных. Появился еще один аргумент в пользу создания в Украине отдельной вертикали антикоррупционных судов. И этот аргумент тоже иностранный. Посол США в Украине Марий Иванович в интервью журналу «Новое время» заявила о том, что это, здесь я процитирую, «ясная позиция в Украине должен быть создан антикоррупционный суд». Точка. Заметьте, тональность у американского дипломата безапелляционная. Впрочем, как и у многих других представителей западных стран, которые комментируют эту тему. А вот украинские политики далеко не так категоричны. Наиболее влиятельные из них не раз уже говорили, что отдельную новую судебную вертикаль в Украине создать невозможно. Мол, в действующих судах должны быть созданы специальные антикоррупционные подразделения. Собственно, это еще один вопрос для Юрия Луценко. Юрий, тут я прошу вас ответить не столько, как генерального прокурора мне, а сколько, как очень и очень опытного политика. Чем может закончиться вот эта дискуссия? Будет создан отдельный антикоррупционный суд или будет реализовано какое-то другое решение? Насправді тут не треба быть очень опытным политиком или даже юридичным, грамотным фаховцем. Давайте я приведу простенькие цифры и дозам простого вопроса. На сегодняшний день, за полтора моих лет в ГПУ, мы выявили около 7 тысяч фактов хабарничества. Из них 4 тысячи 200 справ передано до суду, до обычного районного суду. Национальное антикоррупционное бюро також выявило несколько десятков випадков и близко 30 справ направило до суду. Такое утверждается, что для этих 30 випадков нужно создать отдельный специальный суд, где будет все честно, объективно и быстро, а вот для 4 тысяч, нехай будут старые, коррумпованные, неэффективные и затянутые на руки суды. Скажите, это правильно или нет? Какой выход по вашему все-таки? Из моего точки зрения, каждый суд должен быть антикоррупционным. И для этого есть элементарный ход. Негайно увеличить количество судов в областных центрах, где человек на 25, и в всех районах столицы, примерно на 50 человек в Печерском, и где-то по 30 в каждом районе. Набрати по специальной, но узаконной давно процедуре через тести, через контроль общественности, двойче подкреслюю, новых, еще раз, новых, потому часто говорят неправду, что я предлагаю обратиться с тех самих судов, новых судов, которые негайно начнут заниматься этими коррупционными справами и ГПУ, и СБУ, и ДФС, и НАБУ. Потому что пока что 4 тысячи хабарников прогулюют тюрьму, через то, что судов просто физически нет. Ну и судов у нас в дефиците, мы об этом недавно рассказывали в нашем эфире. И остальная фраза, при этом это не означает, что я выступаю против отдельного створения антикоррупционного суда. Это справа, что наиболее на год. Можно и это створить. Вы знаете, в Украине, по-моему, такой размах коррупции на сегодняшний день, что нам не помешает и антикоррупционный суд, и реформа хорошая судебная. Только проведенная правильная и качественная. И параллельно створить великий антикоррупционный суд. Ваше мнение, ваша позиция понятна. Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, был гостем подробностей о неделе. Юрий, спасибо вам. Нет, отпущу только после обещания, что вы будете более частым гостем нашей программы. Я постараюсь, я хочу работу дозволить. Спасибо огромное, спасибо. Удачи. У нас еще одна новость, так сказать, по линии генпрокуратуры. Следователи прокуратуры вместе с оперативниками СБУ на взятки задержали главу государственной исполнительной службы в Одесской области Дениса Бондаря с сообщником. Сумма взятки 6,5 тысяч долларов США. Эти деньги чиновник требовал за снятие арестов с имущества одного из предприятий. Интересно и официальное сообщение об этом задержании. Мол, следствие проверяет, была ли эта взятка частью налаженной в Одесской исполнительной службе системы вымогательства. Вообще, согласитесь, новости криминального характера из Одессы в последнее время поступают с печальной регулярностью. Чего стоит один только недавний пожар в детском лагере Виктория, в результате которого погибли трое детей. Кстати, и на этой неделе нет ясности по главному вопросу, а кто же, собственно, будет отвечать за произошедшее? Только стрелочники или все-таки реальные виновники трагедии? Единственное, что пока точно прояснилось, всю вину за пожар не удастся возложить на воспитательницу из Виктории Наталью Янчик. Народный депутат Мустафан Аем, его коллеги по парламенту и активисты сумели добиться освобождения девушки из-под стражи. Напомню, именно на воспитательницу пытались возложить формальную ответственность за пожарную безопасность в детском лагере. Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом и вот какие темы мы будем обсуждать дальше в программе. Налоговое дышло. Какие схемы для уклонения существуют? Сколько теряет бюджет и кто на этом зарабатывает? Медицинский туризм. Почему украинцы вынуждены покупать лекарства за границей? И когда Минздрав вернет гражданам шанс на жизнь? Этой ночью в Черкассах убили депутата горсовета от партии Укроп Михаила Бинусова. Его расстреляли неизвестные очередью из автомата Калашникова. Бинусов погиб на месте. Убили депутата, когда он вышел из своего авто, чтобы пересесть машину знакомых. Преступники уже поджидали свою жертву и этой же ночью в Житомирской области был взорван автомобиль депутата Житомирского облсовета, тоже члена партии Укроп Натальи Кокитко. Сама она не пострадала. Случившееся напрямую связывает со своей политической деятельностью. И еще одна трагическая новость. В Хмельницкой области разбился военный самолет. Оба пилота погибли. По предварительным данным они выполняли учебный полет. Самолет поднялся с военного аэродрома, после чего связь с ним оборвалась. По словам военного прокурора Хмельницкого гарнизона, на борту могли находиться боеприпасы. Именно поэтому летчики пытались увезти машину как можно дальше от населенных пунктов. После падения от самолета фактически ничего не осталось. Обломки разбросаны по всему полю.